Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Итак, сегодня у нас в качестве клиентки опять моя мозговыносительная Инна и ее аквариумный дизайн ногтей. Сегодня мы решили сделать ей быструю, простую коррекцию с восстановлением этого же аквариума. Коррекция у нас заняла в целом где-то час сорок, остальное на потрындеть. Итак, что же нам необходимо выполнить? Настолько быстрая коррекция, что я даже не ускоряла нисколечко время работы. То есть я не убыстряла видео, вы видите это все в живом времени. Сначала мы снимаем излишки материала, понижаем стрессовую зону, куда мы будем напихивать новенький аквариум. Здесь у нас был переход в прозрачный кончик, но мы убираем длину, поэтому кончик практически весь спилится. Но поскольку мы будем поднимать ее слегка клюющие ноготочки и потом выпиливать изнутри материал, то у нас все-таки появится немножечко прозрачного кончика, благодаря тому, что мы выпилим весь камуфляж, который внизу на кончике у нас есть с предыдущей коррекцией. Как-то сейчас это очень сложно прозвучало, даже я запуталась, но на самом деле все намного проще, чем кажется. Сейчас нам необходимо выпилить место, куда мы будем закладывать новый аквариумный дизайн. То есть обратите внимание, я снимаю материал на ногтевом ложе до тоненькой подложки. При этом на кончике материал я практически не трогаю, снимаю только финишное покрытие для того, чтобы сохранить все то, что на кончике уже сейчас есть. Конечно же выпиливаю небольшие отслоечки. Эти отслоечки появляются потому, что у Инны очень маленькое ногтевое ложе и очень большая длина ногтей. Про материал сцепка просто не выдерживает нагрузки и кое-где подотрывается от ногтя. Но это не страшно, не критично, это происходит уже перед самой коррекцией и в принципе ногти носятся. После того, как мы закончили грязную работу фрезой, берем пилочку и пилочкой доводим все это до совершенства. Что нам необходимо? Нам необходима форма свободного края, нам необходимо сразу же приподнять нижние параллельки, выровнять их для того, чтобы видеть будущую конструкцию нашего ноготка. Далее, как обычно, отодвигаем кутикулу, убираем птериги, наносим праймер, базовый гель и все эти этапы относятся к подготовке ногтей, коррекции. То есть, вот после того, как мы выполнили нанесение базового геля, после того, как мы его просушили, на этом этап подготовки у нас закончился и мы переходим непосредственно к моделированию. Моделировать мы сегодня будем тоже очень интересно. Мы берем камуфлирующий акрилатик. Почему его? Потому что у нас под низом уже был этот же камуфлирующий акрилатик. Мы могли взять камуфляж любой другой, но тогда бы у нас получилось пятна в переходе. Поэтому мы берем тот же материал, который мы выполняли предыдущие ногти. Маленькое количество наносим его на ногтевое ложе просто для того, чтобы нам было куда припихнуть наши все вот эти вот блестящие частички. Не сушим и в мокрый материал начинаем укладывать те же самые вещи, которые мы укладывали в прошлый раз. Это вот такая вот ракушечка, блесточки и немножечко пигмента. Маленькое количество наносим его на ногтевое ложе просто для того, чтобы это не было похоже прям один в один на то, что у нас уже было, мы же только-только походили с такими ноготками. Мы берем мелкий гель и буквально в размазочку, буквально в пятнышку кое-где добавляем прожилок мелким гелем. Сверху перекрываем прозрачной моделиркой, высушиваем и переходим к опилу. Все остальные ноготочки, которые не из дизайна, мы просто делаем при помощи камуфлирующего акрилатика. Продолжение следует... Ну а теперь непосредственно опил. По поводу опила информации на канале у меня просто уйма. Есть потрясающий урок, где я ученице рассказывала, как пилить этот чертов миндаль. Поэтому посмотрите, если вы вдруг еще не видели, вы очень многое потеряли. Подсказочку я где-нибудь вот в верхнем уголке постараюсь оставить. Если вдруг не нашла, не оставила, напомните мне в комментариях. Постараюсь оставить еще раз. Постараюсь оставить еще раз. Постараюсь здесь. Постараюсь Teller. Продолжение следует... 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 Пока!